Я хотел бы осветить кратко такую важную тему, как нарушение прав российских граждан в результате продолжающейся линии Вашингтона по охоте на российских граждан в третьих странах. Власти этих стран разными методами вынуждаются к аресту наших граждан, в отношении которых у правоохранительных органов США есть претензии. Серьезно, в основном они лежат в сфере киберпреступлений. И затем США добиваются их экстрадиции в Америку, где мы все прекрасно знаем, с каким отношением наши граждане связаны. К сожалению, список продолжает расти тех граждан, которые были арестованы, и большинство из них уже экстрадировано в США, это уже теперь более 20 человек. Недавно было принято решение об экстрадиции властями Финляндии в отношении российского гражданина Серова. Это был последний из остававшихся под арестом в Финляндии российских граждан, которые были арестованы в течение 2015 года по запросу американских властей. И он также ожидает экстрадиции, к сожалению. Правда, там были положительные примеры. Вы все прекрасно помните, что гражданин России Ефремов, он был после многочисленных настоятельных требований российской стороны, он был освобожден из-под стражи и благополучно доставлен в Российскую Федерацию, прибыл в Россию при поддержке российского посольства в Хельсинки. Это положительный пример, конечно, но, к сожалению, таких примеров положительных, несмотря на всю нашу работу дипломатическую и правовую, не так много. Все-таки в основном заканчивается дело экстрадициями, где, в общем, самые разные методы, в том числе противоправные методы давления прямого, применяются к российским гражданам. Это крайне негативная тенденция, нарушающая двусторонние соответствующие договоренности между Россией и США, игнорируется договор 1999 года взаимной правовой помощи по уголовным делам по-прежнему американской стороной, и, к сожалению, конечно, здесь нарушается международное право, экстратериальное применение законодательства США продолжается американскими властями. Я хотел бы упомянуть о том, уже мы освещали эту ситуацию в СМИ, что на днях уполномоченного МИД удалось посетить в израильском СИЗО российского гражданина Алексея Буркова, который был арестован израильскими властями в декабре прошлого года по запросу США. Сейчас идет судебный процесс в Израиле. Я не буду, естественно, по понятным причинам комментировать ход судебного процесса. У него хороший адвокат, который работает активно. Российские консульские сотрудники оказывают всю необходимую консульскую правовую поддержку нашему гражданину. Мы будем дальше это делать. Но и визит, кстати, к нему, разговор с ним выявил ряд шероховатостей по условиям содержания. Мы сказали об этом израильским властям. Будем надеяться, что они будут работать, будут действовать в соответствии с международными стандартами и своими соответствующими обязательствами международными по обеспечению процессуальных прав российского гражданина. Во всяком случае, на этой ноте мы с израильскими властями пока расстались. Но, конечно, сам по себе факт крайне неприятный. Очередной российский гражданин, опять закрытые от нас, от российских властей, требования, какие-то инвективы от американских властей, пока они нам официально неизвестны, насколько я знаю. Должны они были быть представлены американскими властями. Нужно будет, конечно, посмотреть, какие обвинения инкриминируются. Но, как правило, еще раз подчеркну, это, так сказать, сфера ИКТ, кибермошенничество, как утверждают американцы. Но так или иначе, в общем, неприявляемая ситуация на какое-то сотрудничество американские власти, к сожалению, с российскими правоохранителями органами, с российской стороной не идут. Конечно, это, так сказать, бросает очень серьезную тень, дополнительную на двусторонние российско-американские отношения. Мы работаем и делаем то, что от нас зависит. Но, к сожалению, американцы работают абсолютно в неправовом поле. Такая характерная черта этой администрации, видимо. И тенденция крайне негативная. Но будем работать дальше с тем, чтобы ее переломить. Продолжение следует...